Задержанный в Минске Роман Протасевич заявил, что его могли подставить сторонники в оппозиции. Об этом блогер рассказал на допросе. Кадры с признаниями сегодня опубликовали белорусские СМИ. По словам задержанного, у его знакомого были связи с радикальной хакерской группой. Именно с этим человеком у Протасевича возник конфликт. Детали выяснила Лилия Кинчина. Фильм расследования белорусских журналистов поминутно восстанавливает события 23 мая. В главных ролях тот самый экстренно пассажный лайнер Райан Эйр и Роман Протасевич. Последний рассказывает о тех, кто остался за кадром и мог выступить режиссером этой истории. Во время оперативной съемки основатель телеграм-канала Нехта ведет себя расслабленно, даже смеется и шутит. На человека, дающего показания под пытками, как об этом кричит оппозиция, явно не похож. Вот как он воспринял большое столпотворение на полосе после приземления самолета. Я подумал, что это на самом деле журналисты, которые просто в жилетках были. Думаю, вот сейчас как известного персонажа, но под звук фотокамер, под софиты телеобъективов сейчас будут спускаться, разве что не по красной дорожке. Однако снимали выход Протасевича из самолета, разве что стандартные камеры видеонаблюдения аэропорта. Они же и позволили поминутно восстановить картину событий. 14.23 автобусы отъезжают от лайнера. 14.35 вот он вместе с другими стоит в очереди на паспортный контроль. Процесс этот не быстрый. Но ровно в это же самое время оппозиционные и признанные в Беларуси экстремистскими телеграм-каналы взрываются сообщениями. Режим Лукашенко посадил самолет, чтобы арестовать Протасевича. В республике ему грозит смертная казнь. Ньюсмейкером выступил советник, сбежавший за границу, экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Франа Квечерко. Именно с ним у Протасевича в последнее время наметился конфликт. У меня был личностный конфликт только с одним человеком, причем достаточно напряженный, особенно в последние дни. Изначально у нас не было с ним каких-то больших конфликтов, за исключением того, что я помню, что сразу буквально на первом пьянке совместно, когда мы были, он сказал, что у нас с тобой могут быть проблемы, мол, у нас два таких вот с тобой сильных лидерских характера. Я, честно говоря, до сих пор не знаю, является ли вот эта ситуация продолжением конфликта. По словам самого Протасевича, у Вечерки были связи с киберпартизанами, которые и ранее занимались лжеминированиями. А ведь именно из-за сообщения о бомбе на борту белорусские власти были вынуждены посадить самолет. Это была вполне прогнозируемая реакция. А вот чтобы не ждать, пока силовики разберутся в том, что на борту не взрывчатка, но тоже кое-что интересное, те, кто это устроил, явно решили форсировать события. Разлетевшиеся по соцсетям сообщения об аресте, объявленного в розыск блогеров в тот момент, когда тот еще только стоял в очереди на паспортный контроль, стало сигналом для КГБ. Послание было услышано так, как на это и рассчитывали. Гражданин Протасевич, добро пожаловать домой. Спасибо господину Вечерки. Я на самом деле думал о том, что в принципе, с учетом того, что единственный раз, когда я вообще написал о том, что вот как и куда, на каком самолете я буду лететь и перемещаться, это было вот в рабочем чате за 40 минут до вылета. Где есть, в принципе, и это, что случается такая ситуация. Особенно с учетом того, что, естественно, так как я находился в СИЗО, у меня не было доступа никакой информации. И одно из первых вещей, которые я подумал, что реально меня просто так ставят. Что же не поделили удравшие за границу оппозиционеры? Одной из версий подбросил сам Протасевич. Он не видел перспектив в продолжении протестной активности. Но ведь если на улицах белорусских городов не будет беспорядков, западные кураторы не дадут денег. Еще на тот момент, когда я был в Вильнюсе, я как-то открыто говорил, что сейчас уличная активность не нужна. Как минимум нужно ждать, пока, видите, ситуация выполнена. То есть когда люди будут выходить не за идею новых выборов, а не против насилия со стороны СИЗО. Когда люди уже будут выходить, грубо говоря, за низкой похлёпкой. Но ждать Тихановской сотоварищей, похоже, некогда. Нужно собирать деньги кураторов, пока к ней есть еще хоть какой-то интерес. И Протасевич, похоже, стал очень удобным поводом его подогреть. Лилия Кеншникова, Центр.